Всем привет, ребята! С вами Локи, и это очередной воскресный подкаст. Получается так, что не каждое воскресенье я могу записывать какие-то подкасты информативные, делиться какими-то новостями о личной жизни, о канале, вообще какими-то мелочами. Получается, не всегда. Не всегда есть время, не всегда есть то, о чем можно и нужно поговорить. Ну, а сейчас вот настало, наверное, то воскресенье, когда новости подкопились, есть о чем рассказать. И давайте, в принципе, начнем, начиная с того, что происходит сейчас в моей жизни, что происходит с каналом и что происходит с моей группой. Собственно, сейчас я работаю, у меня, наконец-таки, начали появляться выходные дни, в которые я могу что-то записать на какое-то определенное время вперед. Вот. Но это все равно не так много, как хотелось бы. Есть огромное количество каких-то планов, но об этом я поговорю еще чуть попозже. А первый пункт, наверное, подкаста своего, я хочу поговорить о том, что... Когда я начинал свое творчество, то есть канал, я делал сначала все это один. Мне никто ни с чем не помогал. Потом я встретил своего друга теперешнего, это Тони. И на тот момент, когда мы только начинали, мы решили объединить группу и делали в основном конкурсы для двух каналов. То есть люди в основном были общими. И сейчас, после того, как мы разделили группы, мы поняли, что сейчас, хоть у нас есть и много совместных каких-то проектов, много идей, мы постоянно общаемся вместе, мы решили разойтись в плане именно групп и показать людям, что мы не сямские близнецы, не братья там, не браты-акробаты или кто-то еще, что у нас не один канал, у нас два разных канала, мы два разных человека, у нас разные мысли, разные идеи. Да, мы делаем совместные проекты, но это не значит, что мы всегда вместе. И если у кого-то происходит какое-то голосование, это не значит, что в нем участвуют два человека. И поэтому сейчас происходит так, что Тони создал отдельную группу, я остался в той группе, которая была, потому что мне впадло создавать третью свою группу. И эти группы никак не удалить, они висят под моим аккаунтом, и я просто ее переделал. И получилось так, что остались все те люди, которые были подписаны на нас обоих. И сейчас иногда происходят такие ситуации, которые мне не очень приятны, поскольку те люди, допустим, которые нравятся творчество Тони, но не очень нравлюсь я, они почему-то все равно остаются в моей группе и из-под тяжка гадят. Я не хочу как бы вдаваться в личности, и это лично мои предположения, но такие люди есть. И не очень просто приятно и красиво это выглядит с их стороны. И я просто одного не могу понять, почему, ребята, вы не можете просто тупо отписаться, выйти из группы, отписаться от канала, и смотреть Тони, если вам нравится больше его творчество, как-то он как человек, я не знаю, как-то больше к нему располагать. Я не обижаюсь, если вы отпишетесь, я наоборот за. И я всегда говорил, что если есть организм человека, если появляется какая-то зараза в нем, ее нужно истребить любыми способами и извлечь из этого организма, чтобы дальше человеку жилось спокойно. И поэтому я сейчас хочу, чтобы... Ребят, если вам действительно не нравится то, что я делаю, и вы из каких-то, я не знаю, вот просто был такой человек, я помню, он добавился ко мне в друзья, все. Он начал расспрашивать меня про микрофон, какой микрофон лучше купить для летсплеев, задавал мне кучу вопросов. В итоге, что из этого вышло, он начал меня спрашивать, а можно я с тобой буду кооперативы записывать? Я сказал нет, и он удалился из друзей. То есть, понимаете, как бы это было чисто и для своей какой-то выгоды. И поэтому, друзья, если вы ищете какую-то выгоду, то мой канал и общение со мной вам никакой выгоды не принесет. Да, я могу отвечать на какие-то вопросы. Про это был уже не один подкаст, не одна какая-то новость в группе и пост. То, что, ребят, на тупые вопросы, привет, как дела и что ты делаешь, я не буду отвечать. Потому что вас много, я один. У меня есть своя личная жизнь, у меня есть свои дела. И тупо отвечать каждому на привет, как дела и что ты делаешь, я сижу за компьютером, у меня всегда все хорошо. И если у вас есть конкретные какие-то вопросы, не обязательно долбить мне в личку ими и спрашивать, когда будет новая серия. Вы можете также зайти в группу и спросить. Ребята вам, которые знают, подскажут. Там же я увижу. А личку, ребят, мне честно, перебирать каждый раз одни и те же сообщения, а когда выйдет это, а когда то, или там в Локе набралось то-то количество лайков, где серия. Я уже не раз говорил, что лайки делаются на видео для того, чтобы я просто знал, что вам это интересно и что вы хотите видеть следующую серию, а не знаете, чтобы сотка лайков набралась и тут же я, как волшебник, заливаю серию на канал. Нет, такого не будет. И это все делается с тем упором на то, что когда у меня будет свободное время. Вот. В общем, в принципе, если какие-то вопросы появляются, ребят, вы старайтесь это все в группу доносить. То есть вот группы созданы для того, чтобы вас всех объединить, чтобы вы вели общение и чтобы не только я отвечал на вопросы, но и ребята, которые знают ответ, смогли вам всегда помочь, ответить как-то в обсуждениях что-то. И помимо меня есть еще много людей, которые мне помогают, и они смогут помочь, я думаю, и в группе. Вот. А в личку, действительно, ну это на то и личка, чтобы не засорять ее тупыми. Привет, как дела? Я не могу каждому ответить. Я уже, где только я не писал. Если у вас есть вопросы, личную информацию на моей странице прочтите, и там все будет, что вас интересует. Какое у меня железо, через что я снимаю, а как и что я делаю. Это все там есть. Просто нужно немножко посмотреть, потратить минуту времени, либо задать тот же вопрос, только в гугле. И все будет окей. Ну, это вот какое-то такое небольшое вступление получилось. Подкаст, как я понимаю, будет не особо коротким, но и не особо длинным. Но раз уж новости набрались, надо обо всем поговорить, потому что, действительно, друзья, я делаю подкасты именно для вас, в которых я стараюсь осветить все те животрепещущие вопросы, которые вас интересуют, и рассказать по максимуму. Конечно, бывает, я что-то упускаю, но, ребят, подкасты для того и делаются, чтобы все вопросы взять и ответить на них, и донести то, что у меня все, какие-то планы есть, и рассказать об этом всем вам. Второй пунктик подкаста, друзья, это о Neverwinter. Я решил его приостановить, потому что, в принципе, какую-то начальную стадию игры я осветил на канале. Мы вернули корону. Это был один из первых главных квестов. И по просмотрам и лайкам я вижу, что людям не особо интересна игра данного типа. Да, она может быть интересна кому-то, но таких людей немного, и получается, что сейчас я трачу время просто на игру, которая мало кому интересна, и получается, я просто на нее трачу свободное время, и могу это время потратить с большей пользой, снять что-то более интересное для большей публики. Так что пока Neverwinter я остановлю, потому что эту игру можно снимать до посинения, там столько квестов, и играя за другого персонажа, и общаясь с людьми, которые играли в эту игру, и дальше, я понял, что просто там будет все то же самое, и весь интерес игры будет подписываться, только в виде новых шмоток, а квесты, в принципе, сами по себе будут похожими. Так что пока мы его остановим. Насчет Metal Gear, ребят, я не знаю, вот про Metal Gear тоже, я смотрю, что его особо... Так, он популярностью не пользуется, так что, возможно, его тоже я приостановлю на какое-то время. Вот. По поводу DayZ и сериях DayZ. Многие меня просят снимать даже одному, без стонии, выкладывать побольше серий, всем очень интересно. Интересно, друзья, и мне. Но вот мы с Тони собрались на днях снимать серии, и получилось так, что при заходе на сервер, теперь меня вайпнуло, и я оказался на берегу без всего. Но я уже создал персонажа, я теперь негр. Я немного побегал, оказался опять у солнечного, и чтобы не снимать все то же самое, что было в начале, все те же места, я уже немножко подсобирал вещи, это маленький рюкзачок, топорик, немножко провизии, но она не вся хорошего качества, и не пишите вы мне, что вы там, что ты ешь, там все плохое. Сейчас это нифига вообще не влияет, и жрать я могу все, что захочу, кроме, конечно, тухлых продуктов совсем. Вот. И сейчас я нахожусь недалеко от Красностава, и я думаю, начну снимать уже именно когда выдвинусь. Будет еще одна вылазка в Красностав, попробуем что-нибудь достать, более ценное хотя бы что-то, я не знаю что. И уже от Красностава пойдем куда-нибудь, я надеюсь, что мы хоть что-то найдем. Потому что сейчас что-то с лутом в последнее время как-то очень тяжко, я не знаю почему. Но пока, скорее всего, пару серий, пару-тройку серий, я буду снимать один без Тони, а потом уже... У него у Перса тоже какая-то проблема, он постоянно хочет жрать. Тони сожрал все, что у него было, и он все равно хочет жрать. И он подумывает тоже уже умереть, где-то начать. И почему я не начинаю с самого начала, то есть с берега снимать? Ну потому что я считаю, что это реально тухляк, когда ты можешь бегать полчаса. Вот когда я бегал не по одному серверу, когда ты бегаешь и просто нет лута. Потому что на сервере 30 человек, и уже все обыскали, и уже... Вот я реально, я бегал 40 минут, я не нашел ничего, кроме 6 трупов. Я с них взял бинтов, все. И поэтому, друзья, не всегда получается вот... Ну и начал бы я снимать, и вы бы смотрели 40 минут, как я бегаю, и ничего не нахожу. Это было бы неинтересно, поэтому я немножко пододелся, подсобирал лута, и уже выдвинемся в сериях дальше. Специально остановился, думал, что может пройтись самому, потом думаю, нет. Будет, возможно, что-то интересное появится по ходу событий. И поэтому, друзья, вот... Буду пока один, а потом уже продолжать будем с Тони. По поводу хорроров. Я сделал голосование в группе опрос, хотели бы вы видеть хорроры. Многие почему-то как-то негативно к этому отнеслись. И вот это тоже, возвращаясь к началу подкаста, люди, которые, в принципе, меня смотрят, и им... Я понимаю, хоррор может быть неинтересен кому-то, но... Когда тот же Тони, допустим, делает опрос там какой-то или что-то про хорроры, прям многие люди с сад кипятком говорят, да, да, больше хорроров. А с моей стороны это как-то негативно выглядело. И, мол, типа, нет, не надо, не снимай. И... Ну, это непонятно, друзья. Я все равно буду снимать, если мне захочется. И... Повторюсь еще раз, если вам не нравится, и вы не хотите видеть, то... Зачем? Зачем вообще находиться на моем канале, и если вам не нравится то, что я делаю. Отпишитесь, и не смотрите. Смотрите тех, кто нравится, и все. Вот. Хорроры, возможно, друзья, будут, но повторюсь, что я не тот человек, который там сидит и наигранно срется как-то перед экраном. Бывает чувство напряженности, бывает чувство испуга, но у меня нет чувства того, что я захожу, я наложу кирпичей. Я никогда не буду играть и... как в театре, что, типа, мол, ааа, как страшно, я обоссался, я обосрался, это ж так жутко. Такого у меня никогда не будет. Если вам нужна наигранность, то это не ко мне. Я играю в хоррор, да, и действительно, есть чувство напряжения, также есть, как в DayZ, чувство адреналина, когда ты забитый лутом, и ты видишь выжившего, появляется чувство адреналина. Также и в хоррорах есть чувство напряжения, но нет наигранного страха какого-то, и... я не снимаю для какой-то показухи. Так что, друзья, хорроры какие-то, возможно, я буду проходить, потому что, ну, почему бы и нет? Это, в принципе, интересно, я играл в них, и у меня нет какого-то к ним отвращения, и просто их не было на канале, руки не доходили, и... Почему бы не пройти? Это интересно. Так что, возможно, появится как будет время. Вот, в принципе, мы и подошли как раз вот к куче планов и нехватке времени в подкасте к этой теме. Да, друзья, планов громадьё, но, понимаете, времени очень мало, на всё время не хватает, плюс на канале довольно много фифы, это тоже отнимает своё время, плюс, друзья, вот у меня все темы плавно друг в друга переходят. В начале февраля, где-то после 5-го числа, скорее всего, там будет вот зарплата, докину немного деньжат, я возьму себе Sony PlayStation, возьму я себе её с GTA. Кто-то у меня всё спрашивал, где я буду брать, ребят, я беру в своём питерском магазине, просто там есть возможность доставки и оплаты веб-деньгами. Был подкаст, в котором я рассказывал об этом всём, и надеялся на какую-то вашу помощь. Помощь от вас я никакой не дождался, но это не в обиду вам сказано. Обидно было за то, что многие люди писали и в личку, там, вот сколько тебе помочь, а вот я там, у меня есть столько-то денежек, я тебе скину. И это было тупо на словах, я не понимаю, зачем это сделано, показуха какая-то. Ну, не скинули вы, и ладно, я же, не знаю, я вас не принуждал. Это было сказано, типа, кто захочет, у кого есть возможность, тот поможет копеечкой. А мне начали, вот, я тебе помогу, я тебе скину, у меня вот есть, и это была реальная показуха, за всё это время не скинул ни копейки, ни один человек. Ну, и бог ты с ним, своими силами мы, ну, не мы, а я, набрал, я куплю себе PlayStation 3 с GTA 5, также я, возможность я возьму в PSN это игрульку, хоррор, она будет жутко страшная, жутко интересная, я думаю, многим понравится, если у меня получится её взять. Вот, начнём мы, друзья, с GTA и GTA Online, Тони там уже вовсю разминает ручки, чтобы начать снимать вместе со мной. Ну, я имею в виду, что мы будем играть вместе, буду я снимать, потому что мне надо будет взять ещё карту захвата, я уже всё присмотрел, у меня уже весь список и план составлен, вот, и в марте месяце, друзья, будет Dark Souls 2 и Watch Dogs. Это вот две игры, которые появятся из новинок в ближайшее время, как только я возьму PlayStation и как они только выйдут. Почему я не беру Xbox One или PlayStation 4? Во-первых, сейчас их сложнее достать, у нас в магазинах нет, а откуда-то заказывать, ну, честно, я такой человек, что я не особо доверяю этим доставкам, вот, тем более техники и дорогой техники. Одно дело, когда ты расплачиваешься наличкой, когда тебе это привозят, а другое дело, когда ты откуда-то из-за жопинс, когда заказываешь уже всё оплаченное, и потом это выяснять, что-то просто головная боль. Так вот, и Dark Souls, Watch Dogs, они будут, как только выйдут. А почему не PlayStation 4 и Xbox One, повторюсь, потому что, во-первых, их сейчас достать сложнее, а во-вторых, игр там не так много, и плюс цена, как бы, она выше PlayStation 3 на данный момент гораздо, и покупать ради пару игр приставку сейчас я не вижу смысла. Потом, когда выйдут довольно-таки много разных игр, я планирую взять PlayStation 4, это возможно будет после лета, может быть, к лету, как получится, я не знаю, что будет по деньгам. Но сейчас никакого смысла брать PlayStation 4 или Xbox One я не вижу. Ради нескольких игр, типа, как на Xbox One, это Dead Rising 3, на PlayStation это Killzone, FIFA Next Gen, я там тоже не увидел ничего такого сверхобалденного, поэтому пока я возьму себе 3-ю PlayStation, это убийственное множество просьб о GTA и GTA Online, друзья, это будет именно начну я с GTA, также, возможно, потом буду освещать потихоньку какие-то эксклюзивы PlayStation, но сейчас вот я не вижу смысла проходить Last of Us, какой-нибудь там, я не знаю, Heavy Rain или Beyond the Soul, это реальные игры, которые уже просто, я не знаю, все обсосали, возможно, я пройду Last of Us, потому что эта игра действительно достойна уважения, кто-то меня дочепокает в Skype, а точнее в ВКонтакт, вот, и сейчас в ближайшее время выходит дополнение Left Behind, и возможно, вот как-то все так я приручу, но упор я сделаю именно на Dark Souls 2 и Watch Dogs, потому что это будут новинки, а возможно Watch Dogs просто не потянет мой компьютер уже, и Dark Souls 2 неизвестно, когда выйдет на ПК, а это действительно крутые игры, которые стоят внимания, и они будут, так что, друзья, ставьте побольше лайков, поддержку, действительно, лайки, это ваше спасибо мне, в комментариях делитесь какими-то своими мнениями, своими впечатлениями, что-то рассказывайте, мне это интересно всегда почитать, если вы не пишете комментарии, потому что вы считаете, что я их не читаю, нет, друзья, я все читаю, мне приятно знать ваше мнение об играх, какие-то ваши мысли о моих прохождениях, это здорово, так что делитесь положительными комментариями, будьте добры друг к другу, с вами был Локи, и увидимся в прохождениях, всем спасибо, и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok